господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного христос воскрес до вознесения христова приветствуется христос воскрес и воскресе оценит номер сто пятьдесят второй вопросы события дня задавайте вопросы 11 мая 2016 года даем краткое содержание прожитого дня а зачем это нужно кому это интересно дальше интересно если просят по просьбе трудящийся как говорили раньше при социалистическом коммунизме дело вот чем у меня статистика не совсем сегодняшнего дня ну где-то рядом исчезла на территории россии 21000 поселений вот прикиньте просто возьмите коробок спичек 50 спичек 10 коробков 500 а 100 коробков 5000 а это 21 100 коробков это 5 выходит надо еще 400 с лишним коробков разложите по спичке перебирайте что маленько как-то прочувствовать телом что это означает а это то что содержало государство там были птицы животные родина у людей было чувство родины было дети и самое драгоценное что у них было там это кладбище как-то я слышал такое когда сарматы нападали или на них там кто-то такое делал то войска шли завоеватели как катила алариха видимо так мы они шатры сняли ушли как риховиты которым отец заповедовал не пить вина не строить жили и жить только в шалашах и потом они будут пример поставлены и здесь тоже почему вы не хотите вступить с нами сражение уходит в город туда войска не пошлешь и ущелье узкие они говорят а зачем сражается за что-то сражается за жена не горит с нами у нас ни одной жены вы еще не забрали а вокруг окрестностей попленили забрали мужчины ни одного не убили а там всех мужское население повырезали ну и вы сильнее нас мы это признаем ну и переберите еще поля у нас полей нету скотина вся с нами вот я с вами разговариваю как посыльный потому что вы вызвали но одного убьете меня допустим видно что вы люди то воин воинственные вам надо надо убивать кого-то надо что с остальные то на 6 гор сейчас нам за нами наблюдают они еще дальше уйдут и вы туда не пойдете не вам это не надо но вы тронете наши святыни и вы узнаете острию наших мечей ваши святыни а где они думать святыни это как у инков золото есть и вот эту комнату его арестовали и вот полную комнату пока золото не наберет он и не выйдет оттуда то есть такое они как уже знают завоеватели конкистадоры они говорят кладбище кладбище да наши предки там лежат и вот вы их если тронете мы сразу как один выйдем на бой а зачем они на ваши мертвецы нужен ну вот насчет всего наши наши святыни наша богатство не трогайте вот так вот надо знать какие святыни у русских святыни нету кладбище издеваются на еврейских могилах свастики рисует то есть мало вас гитлер душил ну даже допустим так все ну что не время от этого не хуже вам не лучше еще тут доказывать то что к мертвым ненависть имеете как протопопа вакуум послал там дети чтобы облили дегтем или чем смолою гроб гробницу умершего уже царя ну ладно ли это там понятно сарматы а тут и вот даем ответ сейчас у нас первоначальное действие какое есть это сегодня у нас четверг пятница суббота воскресенье в пятнадцатого сегодня 12 мая двадцати пятилетие поселку потеряевку как начали восстануть медленно да получается попал дома на год всего только а населиться может одновременно в один день как события изменятся мировые тут может только народу нахлынуть и средства будут и пожелание лучшего ребята братья мои уехали один поэтому такая у меня запись что сам говорю и не видно хоть раз покажите случая покажусь на я сяду вот так но увидели меня ну вчера и сегодня я тот же хоть и не во веки сейчас мы даем тем которые говорят что хотят при получить крещение вот им отвечаем кратко я буду передвигать считать не буду вы сами смотрите я выделяю кое-что для того чтобы видеть докуда передергивать затормозите маленько и все это списать себе можете кто поедет вот кроме этого тем которые уже определенно едут последний день даем еще дополнительные телефоны он запасная телефона деревне звонить а вот бывает которые приезжают без машины на поезде и как сесть на поезде можно ли машину нанять на всякий случай я еще даю 7 телефонов братьев у которых есть машины вот так видите еще дополнительно скайп вот он где ну надо сначала под скайпом спросить могу ли я принять то есть дома ли я возможности если они так среди ночи брякают и нехорошо это и вот здесь все абсолютно все говорится бритых не крестят очень просто бритых хоть какая-то борода должна быть и даст обещание что никогда больше не бритвы ни ножницами бороды не будет трогать неприкасаемая борода неприкасаемая вот так вот теперь я уже говорю родности выехать обратно средства должны быть дальше я уже говорю если бы вам действительно нужны были книги это вчера один на меня выходит переписывался я вам деньги выслал а вы мне книги не выслали ну не выслал я значит какая-то причина я говорю была какая стал смотреть переписку адреса своего не дал что деньги высланы не знаю что именно нужно дополнительно только трехтомник нового завета толкования что тоже ничего нету как будто бы мальчишка какой-то говорит но не мальчишка говорит взрослый человек с бородой но без адреса как как бабушка сыну это внуку отсылала валенки сказали на почте принимает она подошла где принимают около столба положила где провода идут и все ягод отправила так же не бывает на деревне дедушки но вчера я ему стал говорить этому человеку если бы вам действительно нужны были книги то вы сразу бы сообщили как другие люди делают то что вот сфотографировал квиток на высланной книге точно с телефоном адрес ваш обратный обязательно телефон должен быть но ничего этого не было значит и вывод один вам книги не нужны и на том разговор окончен до половины октября когда я вернусь он спрашивает сразу про деньги я же что зря выслал и вроде он считает уже потерянные деньги у нас так не бывает в прошлом году посылка вернулась только осенью разобрались что хозяева говорит дома не были сверил я сразу разузнал когда он был дома в отпуске был когда пришла почту запросили был дома был дом или не передали или что он только не мог сказать но ясно дело вины монашей то нет никакой но я взял все расходы на себя я тасал ему книгу да я вышью деньги не надо мы никакой нет что вы не не сходили не получили не было уведомления а было уведомление значит что-то посчитали не нужен вот так бы эту книги были бы уже у вас нас не на столе только но и в руках и в уме и в сердце считайте что я посылал вам к какие условия и какой порядок получения книг сначала ознакомиться по интернету с книгами какие надо заказать а потом еще и фотографии нам вышите когда получите хорошо и не на один раз считайте что должны были сделать а вы мне даже адрес свой не выслали у меня нет никаких данных ни о деньгах не телефоне вашем не об адресе вашем он мне отвечает хочу попросить вас подпишите книги с благословением или пожеланием когда адрес выслал я сказал сразу позвонил кто отправляет книги отправляет книги не один видите я то какой никакой ну отсюда указание без моего ведома они не пошлют я наказал что на сегодня пошлю там у них и дополнительные из книги адрес продиктовал там еще так конце хвилика это лада не просто считать улица то не русская так это невозможно сделать к сожалению по той причине что отсылаю не я сам а только по моему звонку из другого места где находятся книги если бы вы это сказали сразу тогда можно было бы даже прошедшее воскресенье было еще не поздно то есть я эти книги взял бы отсюда передал кто-то кто посылает книги было сделал надпись просят автограф но только не на новом завете новый завет я не подписываю просто не подписываем все это а другой другие книги могу подписать как только получите книги сразу же с книгами сфотографируйтесь и фото 2 или 3 пришлите мне здесь же вот одна людмила я и они прошлый раз говорил здесь полячка или кто она фамилия такая мир вам и добро в иисусе христе мы действительно с братьями рады что в православной церкви кто-то имеет трезвый разум вот эти слова говорят что они него не в православной церкви что в православной церкви мы молились что православные начали спасать людей православные этого не знают слава иисусу за вас таких православных признаем уважаем почитаем о как признаем уважаем почитаем но это пишет протестанты даже когда слышим из ваших Вкус негатив в сторону Церкви Христовой, в которой нет православной иерархии, но есть Дух Христа Господа Иисуса, даже негативный, вот который называет себя не миссионерами, какие-то миссионерские отделы, а они слышат от меня, видишь, какое негатив, понятие негатив, а отношение их какое, вот доказательство. Миссионерские отделы не могут быть созданы, это не ошибка, а подделка сатаны, сатана принимает вид ангела света, самая злобная, непримиримая, буквально хищная, туда идет, вот на дорогах, как я вижу, они беседуют, хватают там и обзывают, и на меня, которые из миссионерского отдела самые лютые, бессовестные, даже вчерашние друзья как будто были, просто ошалелые, а как? Никак, двое, подвое, а посылает не кто-то, а Бог посылает. Везде посылать можно, на миссионерство нельзя посылать, он должен иметь этот талант, и не один, а несколько тысяч, Златоуст говорит, тысячи талантов, даже хлеб раздавать. И то, шестая глава Деяния апостолов, говорит, изведанных, изведанных, исполненных Духа Святого. А эти-то в миссионерском отделе, это волки лютые, они еще не знают. Их можно направлять только в западную Украину, там они будут свои. Или к старообрядцам, которые никого не признают, то есть берепое общество, вот туда годится, а миссионеры нет. Может так будете, когда работают, чтобы о вас сказали это? Никогда, никто. Вас проклинают все. Даже когда слышим из ваших уст негатив в сторону церкви Христовой, в которой нет православной иерархии, это не церковь. Называют конфессия, динаминация. Эти слова тоже выдумал сатана прикрыть. Слово ересь. Ересь. Где говорят динаминации, ересь. Где конфессии, ересь. Вот это есть. Истина одна, Святая Соборная Апостольская Церковь. Ну, я православная, говорю православная. Но есть Дух Христа, Господа Иисуса. Но это еще проверить надо. Если она ересь, она не церковь, не имеет рукоположения, какой там Дух. Почему этот Дух, когда у них обмирают, не покажет, что они еретики? Ни одному, ни разу. Никогда. Очень легко. Радуемся, потому что ваши уста несут и проповедь, и проповедь евангельскую. Вот хорошо. Вот эта буква И все и говорит о том. Миссионеры, так называемая псевдо, лже, как они на друге говорят, это все к ним относится. Православная, патриархия. А они эту букву И никогда не заслужат. Никогда. Повторяю. Чтобы букву И заслужить, это надо ей соответствовать. Вот она как выглядит. Несут. И проповедь евангельскую. Потому что впереди что-то ей не нравится, а и проповедь евангельскую. Теперь я говорю, вы накопите вопросы, и тогда мы встретимся. Там общество. Вопрос первый. Нет спасения без иерархии? Отвечаю, нет. А откуда вы знаете? 2.47 Деяния апостолов. Ежедневно прилагал спасаемых в церкви. И надо спасаться в церкви. Без церкви. А церковь не бывает там, где нету епископа. Без священства нет церкви. А без церкви нет спасения. Ян Златоуст говорит, без этих священных рук, священника, нет отпущения грехов. Кому простить и проститься. Без них не может быть литургии. Без них нет притворения хлеба в тело, а вина в кровь. А без этого нет жизни. Есть только самомнение. Так. Второй вопрос. Без иерархии нету. Нету. Ну а как у католиков? Ну это церковь. Церковь с заблуждениями, ереси. Но это церковь. Церковь падшая, там как угодно. Но это церковь. Рукоположение есть у Григориана армян, коптов и сирийцев. Вот. Здесь это церковь. Церковь. Я буду стоять на этом. Это правильно патриарх понимает. И тут толковать нечего. В Дакааре церковь был церковь, впавшая в ересь. У него было рукоположение. На истории еретик стал. Ну была церковь, но впавшая в ересь. Архимандрит там, тефтихи, ну все еретики. Второй вопрос. Как Мария, Мать Иисуса, Сына Божья? Значит, когда Мать Иисуса, Сына Божья, это уже не мусульмане. Так они не могут сказать. Может быть одновременно во всех континентах Земли и слышать 4 миллиарда людей, и за них молить Бога? Этот вопрос касается и святителя Николая, и других. Ну Бог это делает. Как это? Одновременно всех знать. Да Бог так делает. Люди находятся не только здесь, в других как бы местах. Это известно из жития святых, это известно из самой Библии. Вот даже когда человек живет еще, ему уже известно, где кто находится, местонахождение, что он делает сейчас. А другие, если ему молятся, как он может знать? Знает. Бог открывает эту тайну одновременно. Я вот смертный человек, просто подтверждение хочу показать какое. Я вот вчера с одним человеком разговаривал, я говорю, знаешь что, вот ты позвонила, а у меня желание было позвонить. Вот у меня телефон, а денег-то я не тращу, нету, то есть нету. То есть если на мне накидывают больше, я даю к этому кому-то скачать там, чтобы он снял с меня. Тут оставалось несколько сот, а мне тысячи присылали иногда. По тысяче клали на телефон, неизвестные люди. А я вообще не разговариваю. Я говорю, хотел бы позвонить, но это 2 рубля 30 копеек снимут, и нет, решил не звонить. А ты позвонила. Она начинает говорить о желании там помочь где-то. Подожди. Что у тебя происходит, я говорю с собой? Я 2 дня не нахожу покоя из-за тебя. До того душа болит о тебе. А, это вам наговорили, что я болею, а я и не болею. Это у меня только так, это только вот это. Нет, что ты болеешь, это я уже знаю. Что-то большее душу мою беспокоит. Ну и я скорее на лестницу и поднимаюсь к Богу. Лестница, это вот я называю лестовка. То есть четки. Я старобряческую считаю несовершенную, а вот такая. 10 по 10. Вот так видно, не видно, я не знаю даже как показать-то. 100 поклонов. 3 святое, 100 поклонов. Что-то еще большее болеет. Болеешь. Вот именно речь о болезни идет. Ну да, это духовное мое состояние. Ну все тогда. Будем молиться дальше. Я смертный человек, и мне это Бог показывает. Другой, из другой страны, одновременно третьей страны. Я смертный человек, как я это могу знать? А я всех забеспокоился почти в одно мгновение. Они в одно мгновение пришли ко мне на память. И все трое одновременно приходят, потом звонят телефону один за другим. Ну вообразите, что возможно такое. Возможно. А эти люди уже здесь не ходят. Они находятся на небе. Откровение 6-9, говорит, под жертвником. Да коли, владыка святые, истинно не мстишь за кровь нашу. Их много. И они знают всех своих мучителей, которые на земле. И все еще Берию не расстреляли, Ежова не расстреляли. Ну да коли не мстишь Сталину, то чтобы отравили его. Ну где эти евреи с ядом-то? Ну подсыпьте ему окаянному людоеду. Он же на евреях поднял руку-то. А их только благословлять можно, Бог говорит. А не проклинать. Попутно скажу. Понимаете, вот настолько хочется сказать. Вот здесь вопрос. Сейчас вот выставляют ролики, бессмертный полк. Там фотографии берут, начинают набирать оборот в каждом городе почти. Несут их. Ну правильно. Но потом, говорит, заканчат ездить, говорят, куда-то идут в ресторан. А портреты эти бросили в помойный там. На свалку. Ну даже если этого не будет. Бессмертного ничего нет на земле. Раз, эти люди же умерли, обман. В самом названии ложь. А где ложь, там дьявол. Он лжец, отец лжи. Тому это надо человеку, нету. Неспасенный в аду горит. Спасенный ему тоже. Чтобы вышли тут и поднимали. Бессмертный. Какой бессмертный? Сами смертный. Кто несет смертный? Материал смертный. Портреты смертные несут. Бессмертный полк. Да и полка никакого нету. То есть дутый пузырь. Людям некуда идти. Которые верующие находят. Они блуждают по мощам. Крестные ходы к иконам. Животворящим, мироточивым, следоточивым, кровоточивым. А у этих еще нет. Ну нет еще, значит, по-другому. Сделан бессмертный. И будете хотя бы раз в году ходить. Но это мало. Раз в году. Знать Бог открывает тайны. Ну не верите. Давайте вот. Второй вопрос снимается. Вам не надо в это верить. Если вы приходите в православие. Ну нет, это не веришь, да и не верь. Это не догмат. Третье. То есть можно спастись без второго вопроса. Не признавайте его даже никак. Не молитесь ни Николу, ни Божьей Матери. Ой, да как вы говорите? Я говорю так, как Писание говорит. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Евангелие от Мафея 11, 28. Ко мне, к Богу. Златоуз говорит, самая сильная молитва, когда мы прямо молимся к Богу. И не за нас, когда молятся, а когда сами молимся. Вот как. Сам и прямо к Богу. Так что вопрос православный такой даже не зададут. Это задает человек, у которого есть рождение свыше. Дух Божий открыт. Такой сектант. Но беда, что он застыл на этой первой ступеньке и не пришел в церковь. Но Дух Божий такие вопросы можно задать только. Православные не могут задать, они бездушные. Попы их просто охмурили. У нас уходят, когда братья и сестры уже на выходе кричат. Не забывайте, там поминальники есть. Поминайте. И тут всех помянем. Вечные поминания. Имена поминать будут, произносить. То на Афоне, в Иерусалиме, где-то вечные. Умерли уже два поколения. Кому это надо? Живой же, а живом думают. А мы о них. Да тот, кто повторяет, он их не знает никогда. Деньги заплатили. Он там, как у буддистов, меленко крутится, а там в меленке в этой имена записаны. Зачем крутить? Рущей поставили. Сначала рукой крутили, а потом на рущье. Третье. Изображение в храме было сделано по образу, что было показано на небе. Да. Это говорит об этом Моисеево Пятикнижие. А кто православным показал и когда было показано? Православным неоднократно было это показано. И в видениях, и везде. Тем более, сделай, как было на небе. На небе показано. А на небе что было показано? Хирургим и Сарапимом так и сделал. Сделал. Но люди шли в преисподние места земли. Я, как говорят, спечали, сойду к сыну моему в преисподнюю. То есть на небе не было... На небо и в рай вернулся первый человек прямо в рай. Это разбойник. Ныне будешь со мной в раю. И вот когда было показано? А раз теперь они на небе, теперь явно показано на небе, теперь их изображение... Ну, правильно надо рисовать. А то рисует какая-то бабка, там, хуже какой-то торговки или цыганки на базаре. И пишут, Божья Матерь. Младенца держит. Старая-старая. Черная там, не поймешь какой нации даже. Да неужели Господь пять тысяч пятьсот восемь лет избирал такой сосуд себе? Когда Богородица родила, ей не полных пятнадцать лет было. Ну, прикиньте, как выглядит любая девчонка. Даже затасканная, говорится. Совершенно она не девчонка даже. А это приз на деву, то есть всегда дева. И седьмая глава, четырнадцатый стих. Исайя пророку он исполнился. Кто православным показал, когда было показано? Многократно и многообразно. Где вы взяли образец строения нынешних православных храмов? Да нигде. Нигде. У православных кверху идет как будто луковица какая. А у грузин по-другому, у католиков по-другому. Может кому-то и было показано. Архитектура, стиль. А теперь ссылаются на... У тех так было... Ну, красиво смотрится. А если по-другому сделать? Это у китайцев края крыши. Ну, кто им показывал? Какое откровение? Пагоды. У евреев там еще по-другому. Сейчас и баптисты окна полукруглые делают. Дом молитвы. Дома молитвы нету нигде. Даже этого не разбираются сектанты. Молитвенный дом. Молитвенных домов может быть миллион. А дом молитвы один на весь мир. Дом молитвы только там, где приносится бескровная жертва. Где храм. Это дом молитвы. Дом молитвы раньше был... Господь, мой дом домом молитвы нарешется. А вы сделали вертепом разбойников. Домом молитва, а не молитвенным домом. А Павел, говорит, вышел, преклонили колено, где у реки там был молитвенный дом. Ну, даже это-то можно разобраться. В молитвенном доме там все, можно и обедать, и все. А в доме молитвы, в храме нет канон. В храме не устраивать трапезных. Там ни ширму повесить, ничего. Только отдельное строение должно быть за стеной, совершенно не относящееся к храму. Так, нигде не взяли. Четвертое. В православной церкви белая магия, оккультизм. Мощи, непогребенные останки святых. Или неизвестных людей. Храм чистый или не чистый. Вот вопрос, так вопрос. Обратитесь к священникам. Этот вопрос. А то подумают, что я его задал. Белая магия. Абсолютно точно. Вы не боитесь, говорите? Да я не говорю. Петр Мещеринов, говорит, игумен. Игумен Данилова монастыря, Московского патриархата. У нас, говорит, Вообще, все абсолютно как подделанное. Птичьим языком, говорит, щебечет и все. Спас яблочный, ореховый медовый. Какой спас, когда кровавая Голгофа? Даже этого не знают. Белый магизм самый настоящий. Мощи погрести надо все. Непогребенные останки святых неизвестных людей. Даже такое есть. А кто у вас в антиминсе? Да мне зачем лезть туда, в алтарь? То есть подыскиваются. На мощах. И сами хуже мощей зловонные. Храм чистый или нечистый? Если мертвый такой, который к нему не прикасается, то храм не может быть нечистым. Человек, прикоснувшийся к нему, делается нечистым. А что? Если в храм занесут нечистого человека, этого нет. Понимаете? Вопрос маленький, не так поставленный. Если кто к этим мощам, то будет он чистый или нечистый? Будет нечистый. То есть если это неизвестно, нечистый и все. А прикосновение к святому, ну а свящать должно человека? По смыслу-то? Как Елисеевы мощи коснулись? Я воскрес. Так. Вопрос пятый. Дары Духа Святого прошли? Нет, конечно. Они всегда будут. Другие языки ангельские, зачем они? Вот языки прошли уже в третьем веке. Там Ирине Ильонских, кто уже не поминает, их уже не было. Они нужны были для распространения веры. Чтобы незнакомые языки и иные, это разница, иные, то есть перечисляют немецкий, английский, французский, китайский, алжирский. А незнакомые, это незнакомые, которые никто не знает, ангельские языки. Зачем они? По неверию. За неверие. Потом я, Павел, говорю, верю, и мне не нужны. Почему Павел говорит? Извлекли свои знамения для неверующих. Я говорю, ну и как беседовал с пятьдесятниками? Харизматов этих бешеных, сумасшедших, бесноватых-то еще не было. Падают, кричат, там ползут. Ужас один. Ну вот. Зачем? А вот кто зайдет незнакомый-то и сразу увидит это. Потому что для неверующих знамения-то. Я говорю, неверующий придет, не беснуетесь ли вы, скажет, он поймет, что дом сумасшедших попал. Но тут описано для неверующих. Для каких? Они даже вопрос не понимают. Когда апостол Павел рассказывает, не один раз, это во второй главе, когда он обратился к Богу, в одном месте говорит, голос слышал, а в другом месте не слышал, видел, не видел. То есть у него перевернуто. Как? Он видел свет, но никого не видел. Рядом со мной, говорит, слышали голос. Какой? Павлов голос. Павлов голос слышали, а голос говоривший ему не слышали. Вот какая ситуация-то. Зачем они? Незачем. А почему для неверующих? То есть изыщники были, как говорится, задолбаны евреями. Небо еврейское для евреев. А вы? Скоты с человеческими лицами. Как в протоколах написано. А почему? Чтобы нам, евреям, не брезгливо было принимать дары от этих скотов, от гоев. Вот как высоко они о нас думают. Заслужили же мы своими делами, вероятно. Я скажу, вот я с евреями знаком. Ко мне ни один еврей так не говорил. Еврейка у нас была. И когда ушла она оттуда, вот вы говорите там, евреи, это такое дело. Я говорю, не я говорю, Христос говорит. Пришел к погибшим овцам Израиля. Там скотомогильник, как в православных храмах. Погибшие овцы, овцы погибшие валяются, непохороненные. Ну, и она обиделась сильно, пошла. Все о евреях сказала в одном месте. Я говорю, такое впечатление складывается, что будто бы Бог ошибся, что избрал такое племя, которое весь мир грабит. Все везде делает на пакости. Вот Шульхана Руха-то, протоколы, комитет 300, это все ваши произведения. И она мне в ответ написала, да, евреи, вы любого жида за пояс заткнете. Вот какая похвала. А потом привет передает. Еврей, да вы врете на меня, скажут. Королева Фаина Соломоновна Фая. Город Барнаул, тут уж легко найти. Счетом говорит, сын у нее и в Израиле живет. Любого жида заткнете за пояс. У меня в книгах отображено это. То есть она поняла, и у меня евреи, которые знакомы были, я вижу доброе в них, отмещая. Я говорю, хочешь быть благословенным, никогда не проклиная семья Авраама, но благословляй, только благословляй. Мне не сказано благословлять и племя Исава. Племя Исава. Агаре. От агаряне, там и смоэльтяне, которые, мне это не повелено. Но я их тоже благословляю, чтобы они Бога познали. А как евреев? Ну, чтобы уверовали во Христа. Вот дальше. Шестой вопрос. Люди, которые были крещены в детстве, но в вашем селе не жили, и в вашу церковь не ходили, а ходили путем злым. И потом уверовали. Перекрестить, если были крещены правильно, в троекратное погружение, не крестить. Но только теперь они попадают под все каноны, под эпитемию. А не так, что меня научили. Ты крещен был, христианин, тебя могли прищищать? Могли. Поэтому сколько раз ты блудил, делала аборты, а теперь уверовала. Крестить их не надо. Но они должны получить эпитемию, стоять около церкви и плакать. Нет, не крестить. А если моченые были, или не помнят как, или не знают, нет свидетелей, тогда нужно перекрестить. Нет, нет, он не крещеный. Если у вас будет время, назначьте вы мне, когда мы должны общаться. Ну, вы сами выходите, когда нужно. Это я все время дома сижу. Я говорил как, это по-московски, допустим, с 4 ночи Москвы до 17. Вот в это время я могу дать ответ положительный. Если ничего не записываю, то выйдите сюда, я готов посмотреть. А я тем временем буду стараться быть в настоящее время в скайпе. Пусть придет хотение и действие воли Бога в этом деле. Вот теперь пусть это к вам, это хотение придет и действие воли Бога. От меня уже пришло. Я принял этот заказ. Можете сегодня уже приходить. Но уже вопросы практически я ответил. Сергей Игнатов. Христос в воскресе. На моей памяти только покойный схиархимандрит Зосима, село Никольска, волну Вахского района, Донецкой епархии, на проповедях смело комментировал актуальные события в Украине с позиции православного священнослужителя. Вот с позиции православного священнослужителя не надо. Она извращенная. Они бестоламные, как правило. Совершенно бестоламные. Только крестите деньги, трусов и корысть с позиции Библии святой. Вы неправильно Сергею сказали. Священнослужители-то, разбойники бывают, сергианцы, предатели, лютые волки. Какая у него позиция? Только пузо набить. Сегодня у нас в Украине почти все, все это, я поставил в скобки, это я попустил его, священники, запуганы и опасаются говорить о том, о чем говорил, например, патриарх Тихон. Касательно деяния власти мощных, управляемой ею народом. Да и нужно ли говорить? Уже сказали один, и Лонгин сказал. Жар, фамилия его там, где дети у него. Вот фильм «Форпост». Так, Евгений Вдовин. Ну, просто клондайк мудрости и откровений. Слава Господу за вас, Игнатий Тихонович. Низкий вам поклон и всем братьям во Христе. Ну, вот я гуру зазомбировал, эти мои недруги скажут. С человеком я никогда не виделся, он из интернета только. Клондайк, то есть золотые россыпи. А вы как считаете? Да я говорю, моего ничего нет там. Но чтобы сохранилось 4124 ответа, и в каждом ответе на первом месте Святая Библия, толкование святых отцов, это 300 томов. Книга правил полностью, 7 вселенских, 9 поместных и 13 святых отцов было. И жития святых, 1173 жития. Я их держу в памяти. В нужный момент отвечаю. Сегодня я, мысль так, никто не ответит. Почему? А я свободен. Если ты находишься в системе патриархии, они тебя сразу сожрут. Я никому из вас не обязан ничем. Она раздевает и мать церковь. Она мне не мать патриархии. Это первое. И раздевает тот, кто в храм не ходит. А я хожу. Потому что мы являемся листиками, которые прикрывают церковь. Златоуз говорит, хам не прикрыл отца, и он проклят. А это раздевает. Ты не пришел в храм, ты раздел. Те, которые говорят, мать церковь, вспомните, сколько вы суббота, воскресенье и в праздники не были в храме. Вот столько раз вы ее раздевали, мать свою. А не то, что я скажу. Так. Это я ребятам своим говорил. Сегодня написал письмо, и даже это публикую. Как надо жить? У нас детский лагерь. Без помощи государства. 45-й год. Галя Загуляева звонила. Хочет поехать в пятницу к вечеру. То есть у нее четверо ребятишек. И в субботу потрудиться в лагере Стане, в Потеряевке. Чтобы вы там заранее, братья, это кто? Володя, Никита, теперь Виталий. Приготовили горячую воду и побольше. То есть разводить глину. Накопали глину. Там у нас яма есть огороженная. И принесли заранее солому или мелко нарубленное сено, труху. Лучше солому брать у батюшки там, где на плотину брали. Почему? Потому что наши кельи, это переплетенное плетнем, как на Украине делают, мазанки называется. Вот. И грабли разные, и палатки крепкие для выноса мусора, чтобы были в лагере. И извезли по белке кельи, кельями называется. И трубу, и дымоход там разберите, как всегда, и прочистите. Как там мои русские печи, целые ли я печник и прочее. Вчера Игорь Барабаш приезжал и рассказал, что хочет, где у него техника, под одну усадьбу увезти, чтобы чужие там не ходили. Я сразу им пишу. Игорю Барабашу нужно помочь. Загородить новый участок к дому, где техника. Копать столбы и ограду. Пусть бы ему Витя напилил на жерде нужное. Это можно и клюновое в садах, и яблоневое. Ну, дикое все. Есть прямые стволы у молодых поросель на жерде. Вот. Вчера я утром пошел в Краевой суд и в ФСБ. Потому что в субботу там, или когда мы были, не получилось. Но понедельник. Поэтому все-таки я добился, вышел человек, и я ему передал приглашение в Потеряевку. На это ролики стоят, можно посмотреть. Уже есть. Вот задавайте вопросы. Вот мой мир. Люблю этот мой мир. Вот две странички моих. В одной я с голубем стою. Это там контрольные делают. Вот. Вот через 10 дней, здесь будет написано 77 лет. Я 10 июня, День Ангела. А у них в некоторых день рождения один, День Ангела другой. А у нас называли так, как родился. Вот с именами еще, путаница какая. Называют по самохотению. Володя, Игорь. У нас маленькие общины. Четыре Игоря. Из них два Игоря Владимировича. Нормально? У нас в деревне, там поселилось, допустим, 10 человек. Пять из них Марьи, Марья. Одна из них, моя мать Мария, племянница Мария. Ну что, нормально? А вот если бы называли их прям, ну она может попадать. Марьи там много. А вот если бы по календарю, по святкам, как открывали, так и все. Вот я Игнатий, а отец Тихон. Вот Игнатий Тихонович, найдите где-нибудь, кого-нибудь. Тихон, Хренников. Но не Игнатий. А Владимир Николаевич у нас, мэр города, погиб Владимир Николаевич Баварин. На его место Владимир Николаевич, другой тоже, Колганов, но уже Владимир Николаевич. В тюрьму пошел Владимир Николаевич начальник. В другом место пошел Сбербанк, Владимир Николаевич. Ну что? А мужских-то имен 750. Я напоминаю, моя мать была Мария Егоровна. А Егор Илларионович. Илларион. Много ли Илларионов? Не в монашестве. На монашестве они себе такие заковыристые имена берут там. Все. Ну, такой ли ты был? Михаил Жар был, а сейчас Лонгин. Видите, как меняет имя? Лонгин. Воин. Сотник. Найди. А у нас, как брат у меня меньший, Йоаким. Йоаким, это отец Богородицы, пресноделая Мария. Она была Мария Акимовна по паспорту. У мамы три брата погибли. Мои родные Дидия на фронте. Артиллеристами погибли все. Макари, Филарет, Эммануил. В одной семье. У отца Тихон. Ну, один брат Стефан. Тоже несчастный встретишь. Дальше Амос и Наум. Не евреи, это святые пророки. Я беру только те, которые непосредственно у меня. А еще один брат у меня, например, Дий. Дий звать. Ну, где ты найдешь сегодня Дия? А вот по календарю у нас в общине Нестор, Терентий, Иеремия. Это у Игоря Барабаша. Ну, Василиса такой еще встретишь где-то. Руфь там. Вот так. Это вот, который я ставлю. Вот здесь есть. Все выставляется на моем мире. Я переношу с видеоканала. А кое-что не переносится. Почему? Потому что, вот, 49-е. Занятие в Потеряевке. А занятие в Потеряевке 123. И мы все начитывали, начитывали, озвучивали. Они на нашем сайте-то. А где-то-то бывает у нас в других городах, на другом конце страны. Кто-то там закачивает. У меня один ролик закачивается часов 5. Ну и что? А они ставят их под замком. А замки снимаю только я. И когда я их снимаю, а прошло-то уже месяц. Их же я каждый день по одному выставляю. А они не отображаются на Ютубе-канале. Не отображаются. Поэтому заходите на мой мир и смотрите. И какое сегодня занятие? 49-е. Оно вот дальше. А вот, ну это на каждый день 151 вопрос. И номер 30. И ответы по Библии. Тоже. Это другое. Ответы. Слово-ответы. 30-е. А здесь 49-е. Это занятие. А сколько ответов вопросов? Примерно 2000 будет вопросов. Ответов. Вот. Вот сюда. Заходите, чтобы проверить. Там их, вот если я открываю видеоканал, то их нету здесь. Тут сегодня я выставил. Раз, два, три, четыре, пять. Пять видно. А там на ютубе. Тут внизу еще видно два жития. Пять. Пять. Шесть. Семь. И два не выставили. Восемь. Девять. Утром я выставил сегодня. За один день девять роликов. Вчера было двенадцать. Или тринадцать. Тут у нас богатый-богатый материал. Ну кому-ка одно надо, другому другое надо. Вот сейчас я обновлю и посмотрю. Вот только поставил. Уже кое-кто пришел. Вот так. Ну-ка посмотрим. На занятиях с детьми двадцать один. Первое занятие. Вот. Ну и так дальше. Вопросы-ответы девятнадцать. Это поменьше. А которые вчера были, вот, приглашения двадцатипятилетию. Тут уже сто двадцать три. Бывает иногда по семьсот, по тысяче. Но это редко. Вот. Теперь я хотел показать, вот когда дальше приходится работать. Видите, под замками стоят. Ну, у вас этого не видно. Вот это все. Занятие. Как написано. Вот дальше занятие, занятие. И все это уже закачано. Только замок снять. И каждый день я по одному снимаю по каждой теме. Вот сколько. Даже просто показать, чтобы увидели. Вот ведь это все нормально идет. Все. И вдруг вот они пошли. Иванов, Порфирий, Антихрист. Это вопросы-ответы идет. Дальше. По порядку. Вот смотрите. Пять и все под замками. Буддизм от сатаны. Вопрос последствия. Колдовства. Поэтому в моем мире вы их найдете. А нет, значит... Ну, смотрите. Какой по номеру. Следующий номер ищите. Вот Библию. Видите, подряд. Вот он. Это уже закачанное. И под замками. Вот они все. Это очень интересно. Ответы Библии. Молчание. Это зарытый талант. Вот так. Какие темы. Вот все. Вот замки идут подряд. Пять, пять. Вот каждый ряд это пять, десять, пятнадцать, двадцать и так дальше. Поэтому... От меня это не зависит. Система так. Я снимаю замок. А он открывается в том месте, где был поставлен. А его не выбрасывает на первый день. Ну, по-другому пока не знаю. Как это сделать, чтобы сюда были. Кто знает, подскажите. Я не могу их сюда вытащить. Да, но перекачивать не могу. Ну, и вот что у нас здесь. Наш форум. Вот какой форум. На форуме такое, что если выставлять, то не все даже полезно. Но тут ни одного не поступило за день. Поэтому ничего и нет. Бывает только ругательство какое-то. Ну, вот тут быстро заблокировал и все. Тут легко делается. Ну, а это вот православный видеоканал. По-русски заряжайте открытым оком. Вот мне который сделал. Вот три точки из большой буквы открытым оком. Ну, раз три точки это продолжение. Ну, не вплотную или как бы было, то с маленькой должно быть. Я говорю, сделаю. Он говорит, уже сделать еще нельзя. Ну, больше нет ошибки. Три точки открытым оком. Это на всех книгах моих такой заголовок. И показано, откуда это взято. Ну, и дальше еще тут такое. А, вот. Это что-то не нужно. А вот у нас самое ценное. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот заходите. И вот здесь вот ответы. Справа 55 папок. Вот только найдите что-то. Что тут? Мусульманство. Вот мэм. 27-е. 26-е. Мощи. Ну, что интересно там. Мэм. Монашество. 55 папок. Вот я сейчас нашел мусульманство. Открыл мусульманство. Все. Теперь про мусульман. Вот пошли. Какой вопрос в какой книге? Какой вопрос в какой книге? Ну, допустим, что тут? На практике получается, что последователи Магомета могут только резать и взрывать непокоряющихся их учению. Почему же они не трудятся на ученом фронте? Ну, и так дальше. Ага. Ну, допустим, я его нажал. Нажал, теперь ответ. Смотри, какой ответ. Вот он, это самый вопрос. Ответ выскочил. Вот. Жирным, курсивом, то есть наклонным. Это из Святой Библии взято. Вот оно. И дальше стихотворение. Мое или что-то. Евреи. Про евреев только, кажется, 176 вопросов. Ну, сколько? Вот. Е. Евреи. 14 пунктов. Вот я нажал. Евреи. Теперь открылось. Вот они идут. Смотрите, сколько. Какой вопрос? Такой-то. Том такой-то. 23-й том. Как объяснить, что вдруг все богатства нашей страны оказались в руках людей, которые до этого не славились богатством? И все они вдруг стали владельцами России? Как пишут в газете. Все почти евреи. Ну, Березовские там, остальные. Ну, вот оно так и есть. Как так? Как объяснить? Ну, объясняй. Это вопрос 3560-й, 23-й том открытым оком. Нажал на него. И сразу открылось. Смотрите, я перечисли, вот какой материал надо, какие большие материалы, ответы. И вот жирным курсивом, где курсивом, это уже и Слово Божие. Вот оно, в конце дается ответ. И дальше стихотворение. Кто написал? Крылов. Басня Крылова. То есть, я привожу стихи из 300 поэтов российских, примерно 200 зарубежных поэтов. Ну, я знал это. Я студенткам, когда отвечал, то практически мне нужно было выбор делать, отвечать только по поэтам. 20 тысяч файлов держать в голове. 20 тысяч стихотворений. Ну, вообразите, что это что-то стоит. И поэтому люди так расположены, шли на занятия. И когда звонили, то спрашивали, кто будет сегодня вести занятия. Я лежал в больнице краевой. Если скажут, такой-то брат, то многие не приходили. Поэтому меня одевали, чуть не на носилках выносили в университет. Я говорил, опять приносили, приводили и опять вложился на койку после операции. То есть, людям это нравится. А люди, которые ни разу не слышали, ну, какой они ответ могут дать? А то что последнее? Это не мои слова. Алексей Листвин. Русский ответ на книгу Александра Исаевича Солженицына. 200 лет вместе. Санкт-Петербург. 2006, 59 страница. Ну, и так дальше. То есть, все со ссылками на Писание, на святых отцов, откуда что взято. И таких ответов здесь я даю 4124. Но это только небольшая часть того, что мне задавали. В полном смысле у меня мешками эти вопросы были. 5 университетов, 3 радиопрограммы, 7, 5 только линейных отделов, линейных 6, 7, 8 отделов милиции только в Арнауле. Я отвечал регулярно за мной приезжали. Я выступал и вопросы в писанном виде. Краевой УВД, до 700 офицеров. То есть, у меня большие-большие аудитории были. И проповедовал. А тут выходят, вы псевдопроповедник. Ну, псевдопроповедник, псевдоправославный. Пусть так будет. Но сколько из них пришли к Богу. И милиционеры, и следователи стали христианами. Вот так. Ну, вот почти все на этом сегодня. К Богу нашему слава, во веки. Аминь. Надо самому выключать. Включайте. Ну, какой я? Ой-ой-ой. Где же вы мои братья дорогие? Где же выключатся? 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 Где же выключатся?